Здравствуйте, меня зовут Александр Гриценко, я представитель правления Интернационального Союза Писателей, и сегодня мы поговорим о... о чем мы сегодня поговорим. Дело в том, что мои подписчики обвиняют, точнее не обвиняют, а просто показывают на то, что уж очень много я на этом канале говорю об отрицательных моментах, связанных с литературным процессом, и хотелось бы им что-то положительное. Наверное, да, будет положительное. Но пока, увы, точнее у меня есть положительные примеры, но пока слишком настучно бороться с глупостью. Я считаю, что если это видео посмотрят там 10 тысяч человек, как обычно это делает, и хотя бы 100 из них не совершит ошибок, которые совершают герои моих видео, и если они не будут вот смешными неудачниками, такими как они, то моя миссия исполнится. А сейчас немного рекламы. Я бы хотел, чтобы вы читали наш телеграм-канал, принимали участие в конкурсах, телеграм-канал будет развиваться, да и сейчас уже там много всего интересного. Это как раз для тех, кто не может вкладывать в свое движение деньги. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о штампах, о том, как люди пытаются свою неспособность, бездарность, неталант прикрыть какими-то банальными выражениями. Это меня печалит и, честно говоря, злит. За несколько десятков лет, которые я прочтую в литературе есть, я это слышал и увидел много раз. И вот эти дебилы, они как под копирку. То есть их буквально как будто бы кто-то где-то делает, чтобы замусорить эфир. Творят они одно и то же, а вот те люди, которые достигают успеха в литературе, они очень-очень разные. Совершенно как бы разные и, конечно, точно не банальные. Вот поэтому у нас в литературе так много действительно ярких писателей. В фейсбуке появилась реклама Интернационального союза писателей, где мы говорим о том, что у нас есть наставники, у нас есть различные возможности для начинающих писателей и, собственно говоря, вот это все как красная тряпка для быка. Мы говорим о том, что в Интернациональном союзе писателей есть опытные наставники, которые подсказывают, что надо сделать, чтобы приблизиться к цели. У нас есть целый спектр мероприятий для того, чтобы вы могли написать качественное произведение, закончили его и издали. У нас высокопрофессиональные корректоры, иллюстраторы, редакторы. Созданы все условия, чтобы вы могли реализовываться как автор. Куратор РСПП контролирует, чтобы процесс написания не устанавливался, подскажет бесплатное издание для пробных публикаций, подберет мероприятия и так далее, и так далее, и так далее. И вот, что мы видим. Ну, самый, конечно, тупой комментарий, я сейчас даже говорю не о человеке, хотя обязательно скажу, кто этот комментарий написал, но такой комментарий мог бы написать любой человек. То есть, это вот такой комментарий с серой массы, которые почему-то там смотрят какую-то у себя обычно из какого-нибудь маленького городка, с дивана, на это все, и говорю, ну, я ковыряюсь в зубах обычно. Значит, это некая Татьяна Рынгина из Пятигорска пишет, да что же за бесстыдство такое? И как только классики всемирной литературы без вас обошлись? Ну, и смайлики, естественно. Ну, на что я ответил? Ну да, и Ломоносов без МГУ выучился, но это не отрицает ценность современного образования. У меня такое впечатление, что вот эта помощь, которую современные писатели, которые собрались в Интернациональный Союз Писателей, причем это известные писатели, сценаристы, педагоги, и вот эту помощь, которую они хотят оказать, да, возможно, это не безвозмездно. Собственно говоря, почему это должно быть бесплатно? Это еще одно то, что нам говорят. Нам приходят люди и говорят, а почему вы за это деньги берете? Мы говорим, а почему нет? Мы должны помогать организации, причем большинство денег, которые приходят в организацию, они идут на дальнейшем проект. То есть ни я, ни кто-то из правления на черных мерседесах не ездит. Они говорят, нет, ну вот почему мы вам должны оказывать спонсорскую помощь? Это вы нам должны. На что я отвечаю? С какой стати? Ну потому что мы талантливые. Хорошо, говорю я. По вашей логике, если вы талантливы, то вам должны оказывать спонсорскую помощь. Но те люди, которые организовали ИСП, они явно имеют репутацию в литературных кругах. У них есть произведения, они либо известны в академической литературе, либо в коммерческой, либо еще где-то, либо как культура трейгера. А вы-то известны и талантливы только для самого себя, поэтому по логике, по вашей же логике, вы должны помогать этим прекрасным проектам. Но я отвлекся. Итак, вот это Татьяна Рынина. Значит, из Категорска такая дама кавказская. Кстати, что касается Кавказа, очень много людей именно с Кавказа пытаются нас учить жизни. Вообще, да, и кстати, среди них очень много женщин. Вообще, это только очень неумные люди считают, что на Кавказе женщина в каком-то забитом состоянии. Нет, на Кавказе, наоборот, женщина – это глава семейства. Просто это никто вам никогда не скажет. Глава семейства – женщина. В какой-нибудь Чечне женщина – это священное. Дело в том, что есть масса легенд о том, как кровное месть, и женщины останавливали убийство, просто прикрывая своим телом того, кого могли убить. Потому что вообще-то дотронуться до женщины, до чужой, на Кавказе – это бесчестье и тому человеку, кто это сделал, и тому роду, до чьей женщина дотронулась. И вообще может быть война. Соответственно, женщина себя очень, особенно в годах, когда она самоуверенно чувствует, и вот эти вот… Ну, еще есть у нее какое-то образование, и вот эти вот мадамы очень часто нам пытаются указать, как нам жить дальше. И вот как же классика действительно без нас обошлась? Ну, ребят, что значит классика? Времена меняются. То, что делал, допустим, тот же Кушкин, мы сегодня еще о нем поговорим. Сейчас это, в общем-то, если бы пришел человек и делал бы то же самое, его бы на порог издательств не пустили. Литература шагнула дальше. То, что делал Кушкин, он вообще… Почему наше все? Он, в общем-то, учил нас писать на русском простом языке. Не тремя стилями, не какими-то там непонятными вещами, а на русском простом языке. Он это сделал, и функция его закончена. Вообще, если человек вспоминает классику, вспоминает Пушкина или там еще кого-нибудь, Льва Толстого, и он говорит, что я писатель, он хочет писать, а вспоминает вот их, это, в общем-то, говорит о том, что человек профнепригоден. Потому что, ну, значит, он, во-первых, почему бы ему не сказать о современной литературе, о советской литературе. Вот, он не знает о современных реалиях. Он живет там, и это, скорее всего, графоман, который до сих пор там рифмует ботинки с полуботинками и какие-нибудь оды сочиняет. Ну, такое бывает очень часто. Так вот, что за бесстыдство такое? Классики, да, без нас обошлись. Но времена поменялись, и у нас есть возможность, была возможность собрать лучших из лучших, которые преподают, которые помогают. Что в этом плохого? Почему оттуда столько агрессии, оттуда столько глупости, самоуверенности? Вот человек сидит в Пятигорске, он думает, что он лучше знает, чем я, который служил в литературном процессе, который смог построить карьеру. В какой стати вообще человек считает, что он что-то знает? И еще я говорю, и я это хорошо понимаю, сам как педагог по образованию, вот такое количество самоуверенных, неумных людей – это наследие советского образования. Советское образование – отвратительное образование, и сейчас у нас не очень хорошее образование. У нас учат много чему в школе, но не учат в основном. Мы не умеем коммуницировать, мы экономически не образованы. И вообще, то, чему нас учат, большинство, 99% людей, которые выходят из школы, забывают сразу на пороге. И те люди, которые отстаивают вот эту прогнившую систему, они культивируют вот таких идиотов. Значит, задача-то какая? Допустим, учителю литературы привить любовь к литературе. Не щенячий восторг. Ах, Пушкин – это бог! Как обыкновенный человек, который, ну, что-то сделал в своем деле. Не хуже и не лучше, чем инженер, который, не знаю, там, открыл что-то и сделал что-то. Да и который даже просто честно выполнял свою работу. Ну, он молодец, он выдающий. Но вот это, что у нас дают современные учителя литературы, дают две вещи. Либо щенячий восторг без любой критики. То есть, если классика, значит, гений и все тут. А неживущие, ну, и далеко до них. Глупый вообще подход. Но неживущие, они, как правило, умнее, чем те кто были до нас. Ну, это факт. Можете подходит со мной в комментариях. Готов тоже об этом сделать видео. А что касается, извините меня, другого, другой категории литературных учителей. Ну, учителей литературы, точнее. Это просто нежелание вообще чему-то учить. Ну, не попали в профессию случайно. Там девочка пришла, находит мужу побогаче и уходит из школы. То есть, либо щенячий восторг, либо вообще полная нелюбовь к литературе. И это очень плохо. Мы не видим нормального разбора текстов. Мы не видим умного разбора текстов. Критики, введения в какой-то контекст эпохи, где учитель скажет, что нет, ребята, это не очень хорошо. И вообще у нас классики-то в большей части заблуждались. Мы на их ошибках больше учимся. Они ничего умного не сказали в свое время. Потому что они жили в контексте эпохи. Они чуть-чуть подвинули. То есть, я имею в виду, 10% это истины, 90% это глупости и заблуждения. Проанализируйте свою классику. Ну, или просто игра какая-то. Поэтому относиться к этим людям, как к некому божеству, если вы тем более сами хотите писать, это очень-очень глупо. Ну, вот. А что касается... Ну, еще есть такие комментарии, как «Пригласи в вдохновение и придет». Или «Не хватает вдохновения и не пишите», Владимир Лупачев такой пишет. Или, ну, то есть, откуда у вас столько глупостей? Почему вы, как девочки инстаграмные, берете какие-то цитаты чужие и вставляете их в неправильный контекст? Какое вдохновение? Откуда оно придет, если вы выражать свои мысли не умеете? Если вы пишете с ошибками, если вы просто, извините меня, дурак. Какое вдохновение? Для чего оно вообще нужно? Литературная школа нужна, во-первых, чтобы понять, что вы непреполный идиот. Второе, для того, чтобы отточить вообще писателя, для того, чтобы он общался с другими писателями, для того, чтобы он вообще понял, что такое литературный мир – это тоже очень важно. А потом, да, научить приему, научить каким-то целям, даже ставить творческие цели нужно человеку учить. И дальше я, например, Татьяна Василевская. Спектр мероприятий, чтобы вы написали качественное произведение. Это уже даже не смешно. Убито кино, театр, эстрады. Теперь вы добрались, менеджеры для творчества. Приварьется вдохновение. Ребят, кино, театр эстрады чувствуют себя прекрасно. А вот ли творчество убито уже давно писательскими организациями, типа Союз писателей России и другими, которые ничего делать не хотят, которые просто превратились из таких респектабельных людей, в попрошай, в маргиналов. Нет уже, уже как бы дальше, наверное, падать некуда. А то, что вы говорите про эстраду, про кино и театр, ну это тоже глупость. Просто у нас эстрада, кино и театр многообразна. У нас очень много плохих произведений, как и всегда это должно быть. Но есть и очень хорошие произведения, которые отвечают действительности. Ну и что же вы такие зашоренные и глупые? Вы посмотрите вообще вокруг, так не бывает. И почему вы восхищаетесь классикой? Потому что та эпоха уже рафинирована, очищена от всего плохого. И вы восхищаетесь одним, двумя. Ну, некоторые вообще никого, кроме Пушкина, не знают. Соответственно, что у нас происходит? У нас происходит дебилизация населения. У нас поставили Пушкина и, может быть, еще Лермонтова. У нас в Литвинске тут в 2000-х годах, это так и было. Люди не знали даже, кто такая святая. Вот, понимаете, в чем дело? То есть вот приходили такие люди. Я сидел в приемной комиссии некоторое время. Ну, методисты. Я сам студент был. Это писатели, которые приходят в литературу. И это писатели, которые считают себя писателем. Значит, у нас получается, что… И вот тут вот такой спор. Значит, есть талант – будет писатель. Нет таланта – не будет писатель. Десять тысяч писателей в СССР, сколько их вы помните. Но всегда, чтобы один писатель талантливый появился, нужно очень много посредственных писателей, которые тоже нужны. Почему вы считаете, что писатель тот, который он помнит? Вы не понимаете, что на самом деле нужно писать и статьи, и книги, и еще что-то, и сценарии, и так далее, чтобы вообще вся эта индустрия развивалась? Редакторы нужны. Что за снобизм интеллектуальный? Откуда это все? Понимаете, в чем дело? Вот я хочу подытожить. Значит, для чего существует интернациональный союз писателей? Для того, чтобы появился мальчик или мужчина уже, у которого есть мечта, который стремится к чему-то. Ему дают руку помощь. Он эту руку берет и да, либо платит деньги, либо включается в работу организации, общественной организации. Нам не обязательно какие-то пожертвования. Человек может просто работать в нашей организации и получать. Мы помогаем. Когда я начинал, я начинал с детства. Я с 8 лет писал и в 16 лет опубликовался. Если бы была бы такая организация, я бы был бы намного выше, и я бы, на самом деле, тогда я искал, чтобы было что-то подобное, чтобы мне кто-то помогал. И мог найти только разрозненную помощь. Разнообразную. То есть не было системы. Мне приходилось сначала найти в своем городе литературную студию, потом какой-то литературный институт. Все это было, конечно, отвратительно. Никакого большого образования дать мне это не могло. Именно литературным. Именно как писателя научить мне чему-то. Но дало мне жизненный опыт. В любом случае, я благодарен своим учителям. Сейчас есть целый институт, который, ну, я имею в виду в кавычках, да, то есть некая институция, которая помогает писателям, начиная из неофита, становиться кем-то признанным. Вам нужно это, наоборот, поддерживать? Нет, вы будете сидеть в своих пятигорсках, в рваных штанах и говорить о том, что все дерьмо, я ничего не буду делать, и вообще пошли вы все нафиг. Ну, замечательно. Тогда сидите в своем пятигорске. Я буду работать с теми, кто хочет, что чего-то добиться. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Если вам что-то против сказать, говорите. Я посвящу вам следующий выпуск. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова